Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Универс Матри, программа «Приемка ФУ-2016». У нас в гостях директор Института международных отношений и истории востоковедения Рамиль Хайрудинов. Здравствуйте! Добрый день! Ну, первый вопрос, естественно, будет таким общим. Институт сегодня какой он? Это целое явление. На самом деле, один из наиболее значимых гуманитарных подразделений Казанского федерального университета. Он большой не только по размерам. У нас насчитывается на сегодняшний день почти 3000 студентов, обучающиеся на трех различных отделениях. Высшая школа международных отношений и востоковедения, высшая школа исторических наук и всемирного культуры наследия, высшая школа иностранных языков и перевода. Ну и помимо всего, мы представляем собой яркую палитру. У нас достаточно большое количество иностранных студентов. Их более 250 из 25 стран. И я очень надеюсь, что наш новый прием действительно даст новые лица, новые страны, новых партнеров. Вот сейчас абитуриенты думают, куда же поступать и зачем, почему поступать. В чем уникальность этого института? Почему абитуриент должен сесть и понять, вот я хочу сюда именно? На сегодняшний день мы изменили концепцию подготовки специалистов. В этом и наше преимущество, что мы представляем собой самые различные, казалось бы, направления подготовки. Но все это в единой программе подготовки наших аспирантов. Мы даем всем аспирантам, прошу прощения, всем студентам, всем аспирантам, всем докторантам крепкие знания, прежде всего, по целому ряду направлений. Это языковые компетенции, это наше преимущество, это большая языковая линейка, палитра, 15 языков. И причем каждый год мы стараемся ввести новые языки на серьезном уровне. Ну и кроме того, это историко-культурная подготовка всех наших студентов без исключения. Ну и страновеческая, то есть мы говорим не только о том регионе, в который они изучают, но и рассказываем о современном мире. Поэтому наш специалист, это не только УФСКИ профи, но это еще и эксперт, аналитик. И поэтому на сегодняшний день они и востребованы. Очень большой спрос на наших специалистов после завершения не только магистратуры, но и бакалавриата. Поэтому мы очень надеемся, что та стратегия, которая была выбрана в институте, она впоследствии позволит нашим специалистам быть востребованы фактически на все 100%. При этом мы не забываем, что мы востребованы не только в рамках Российской Федерации и наших зарубежных партнеров, но мы работаем на республику. И это тоже очень важный фактор, потому что мы готовим и учителей, учителей истории, причем учителей истории и общества знания, учителей истории с двумя иностранными языками. Мы готовим специалистов в области татароведения. Ежегодно у нас есть целевой набор. Мы приглашаем учиться, причем за счет средств республики молодых людей и девушек, не только из Татарстана, но и из татарских диаспор, расположенных не только в России, но и за ее пределами, из стран СНГ и дальнего зарубежья. А вот все-таки предоставляются условия одинаковые иностранцам и нашим студентам? Совершенно верно. Конечно, студенты иностранцы, они проходят предварительно подготовку, они изучают русский язык, потому что основные курсы на сегодняшний день обучения – это русскоговорящие преподаватели. Но у нас все больше и больше, и доля увеличивается программ, которые дают знания на иностранных языках. Я не говорю о специализированной языковой подготовке, то есть обучении китайскому, французскому, японскому, суахиле и так далее. Речь идет о том, что появляется целый ряд программ, и мы осознаем свою ответственность, что мы несем ответственность, в том числе, чтобы значительная доля наших программ гуманитарных преподавалась на языках мира – это английский, немецкий и, возможно, китайский. Ну и часть предметов в нашем институте преподается на татарском языке. Вот вы говорили о дальнейшем развитии. Хочется все-таки поподробнее узнать, в будущем есть какие-то ближайшие направления в развитие? Есть, и я думаю, что любой директор будет счастлив рассказать о своих планах. Планы у всех наполеоновские, но у нас они очень конкретные. Я бы остановился на развитии нашего института. Дело в том, что мы приобрели тот формат, который позволяет готовить хороших специалистов. Вот мы должны будем сосредоточиться на повышении качества образования. Очень важно, потому что студенты поступают в Казанский федеральный университет, у них некие ожидания, и мы должны соответствовать ожиданиям, в том числе и студентов, и работодателей. Мы изучаем эти требования, проводим опросы, и сейчас достаточно большая и серьезная конкурентная работа ведется среди преподавателей. Дело в том, что мы одним из первых институтов среди гуманитарных наших подразделений переходим на конкурсные процедуры при приглашении специалистов. То есть есть желание, чтобы мы объявляли конкурсы по всем вакансиям на должности доцентов, кандидатов, преподавателей, для того, чтобы приезжали и работали в Казанском университете, в нашем институте лучшие преподаватели. И на сегодняшний день такая практика у нас существует. Мы активно используем и дистанционные методы обучения, и есть у нас договоренности с Российской академией наук, с институтами, соответствующими ГИМО и МГУ, о том, что часть наших лекций будет осуществляться, вестись преподавателями этих престижных на сегодняшний день вузов. Очень приятно это все слышать. Мы надеемся, что Институт международных отношений истории Востоковедения будет держать свою марку и будет в дальнейшем развиваться. А на этом, в принципе, все. У нас в гостях был директор Института международных отношений истории Востоковедения Рамиль Хайрудинов. Спасибо. 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 Спасибо.